В эфире нашего телеканала программа «Каждый день». Меня зовут Ирина Чернеев. Здравствуйте! В этом выпуске расскажу о том, какая погода нас ожидает, куда можно отправиться и что посмотреть на Первом городском. Осень уже вступила в свои права и с каждым днем все больше дают о себе знать. Предлагаю вашему вниманию прогноз погоды на пятницу, 29 сентября. В Мартуке плюс 11 градусов, без осадков, легкий ветер. В Волге пасмурная погода, температура воздуха ночью плюс 4, днем 8 градусов со знаком «плюс». В Храмтау переменная облачность ночью плюс 4, днем плюс 9, ветер северо-восточно умеренный. Пасмурная погода и в Батамше, там синоптики прогнозируют 6 градусов тепла. В Шалкаре усиленный ветер, на небе облачно 8 градусов выше нуля. В пятницу жителей и гостей нашего города ждет пасмурная погода плюс 8 градусов на термометре. Далее подробный прогноз погоды в нашем городе. Восставшие за до 4 кровное родство. Смотрите сегодня в полночь на Рика ТВ. Жуткие события происходят в 2127 году на космической станции Минас. Доктор Мерчант, одержимый какими-то странными, безумными идеями, захватил станцию, чтобы воплотить в жизнь свои таинственные эксперименты. Доктора повязали, и он рассказал, как же он дошел до жизни такой, что выяснилось причиной безумия доктора в магическом кубике, изготовленном мастером игрушек Ле Маршаном еще несколько столетий назад. Это лишь небольшая часть сюжета, остальное нужно видеть. Проехал сам, помоги другому. Так звучит девиз нашей рубрики. Если вы стали очевидцем какого-либо события, присылайте свои фото и видеоматериалы к нам на почту rikotv.ru Или используйте хэштег «Рулевые Рика ТВ». 26 сентября в половине шестого в 12 микрорайоне произошло дорожно-транспортное происшествие. Проект «Рулевые» в очередной раз призывает водителей соблюдать правила дорожного движения. Аким города проводит рабочее завещание по вопросам строительства моста в СК «Айболит». В совещании принимают участие заместители Акима города, начальники ответственных отделов, руководство КАЗ «Водхоз». Строительство моста будет завершено в текущем году. Следующее изображение показывает, как напротив 21-й школы автовладельцы оставляют своих железных коней прямо на пешеходном переходе. Родители, которые каждый день вводят детей в школу, просят поставить ограждение. 28 сентября на календаре. Сегодня мы отмечаем праздник «Всемирный день моря», цель которого – привлечь внимание международной общественности к тому, какой невосполнимый ущерб морям и океанам наносят улов рыбы, загрязнение водоемов и глобальное потепление. Две наиболее важные задачи – повышение безопасности и предупреждение загрязнения морской среды, в частности нефтью. По данным ООН, за последние 100 лет такие виды рыб, как пунец и треска, были выловлены на 90%. Около 21 миллиона баррелей нефти ежегодно выливаются в моря и океаны. Мы предлагаем беречь природу. Каждый день мы задаем вопросы дня, и сегодня он не станет исключением. Любите ли вы отдыхать у моря? Ваши ответы мы ждем в инстаграме rikotv.ru, подчеркивание программс. Будем рады вашим комментариям. Четверг считается рыбным днем, и если вы чувствуете себя как рыба в воде, значит у вас все хорошо. Пусть так оно и будет. На этом выпуск подошел к завершению. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова